Михаил пришел, как послужились кошка с собаками, достался. Был такой день, как сейчас, в марте месяце свет обнял всю Москву, и у нас на полу тоже вот такое светлое горячее петло. Принесли дом Хинка, панели, величиной со средней укрытии. Дома Ивановна, кошка наша, на шкафу, встала, попилась к крышке. Ей, конечно, было немного непонятно. Крыса настоящая, но люди около нее, как будто от этого тоже и не крыса. А мы посадили Хинка на пол и стали думать, как бы его назвать. Сидит, сидит на месте, неуклюжий такой. Давайте Мишкой назовем, сказала жена. «Мишка, давай походим!» Погладили его, он встал на четыре ноги, наметился прямо-прямо и пошел. Дома Ивановна вся собралась на прыжке и повела глазом за ним. «Смотри, это у меня!» – погрозил я ей. «Смотри за кошкой!» – сказала жена. «Каба на его ни того!» «Ни его, ни того!» – ответил я. «Не знаешь ты с панией!» А Мишка дошел до светлого петра на полу в комнате, осветил себе головенку и в тепле замер. Ведь ему больше никуда не хотелось идти. Чтобы развлечь его, я принес испухню кость и положила ему под нос. Мишка носовую отвел от кости и еще поудобнее замер в тепле. Может быть, Мишка был отчасти по сворку тоже немного поэтом, и горячий луч солнца на носу был ему дороже, чем вкусный поезд. И значит, четверо сдышал он в душе свои права на кость. Если в тот самый момент, когда Донна Ивановна подобралась к кости, он ринулся на нее с такой силой, с таким ревом, что он спел неострыми и небольшими зубами, не допустил их шерсти из хвоста. Донна Ивановна нанеслась от него из комнаты в комнату. Предлаги во студии, кресла и диваны. И в конце концов, забралась на высокий шкаф и оттуда речала. А Мишка внизу лаяла, высоко подняв вверху голову. Наверное, с этого когда-нибудь и началась жизнь кошки с собакой. Кошка убегает, собака догоняет. Тоже вот когда-нибудь вышел спор из-за собственности. И тоже так часто бывает, что мы, люди, это у них останавливаем. Теперь Донна Ивановна и Мишка в дружбе живут. И когда холодно, спят пришавшие друг к другу на одном комнате.